подожду опять пока все присоединятся ура я знаю ура ну как я и сказала что на бали ничто не постоянно даже интернет только начала рассказывать и вот прервалась привет еще раз будем надеяться пальчики скрещиваем что в этот раз интернет никуда не уйдет в общем возвращаюсь нет фильтра нету никакого это у тебя загар или фильтр фильтров нету кстати в прямом эфире фильтры нельзя никакие восстанавливать а может или можно я просто не делаю фильтры нет ничего ничего нету как есть так и есть окей ну что вы опять собрались значит возвращаемся назад к истории значит жить мне было всегда спокойно несмотря на все катаклизмы которые проходили моей жизни во-первых школа очень тяжелая была потом тинейджерство тяжелые времена я не знаю если кто-то здесь есть новый кто со мной совсем не знаком не хочу сейчас идти в дебри рассказывать всю полностью свою историю жизни привет приветствую всех но жизнь была непростая скажем так да и в жизни своей я могла очень много раз погибнуть да то есть были какие-то на меня и покушение физические да и какие-то как они называются аксидент в общем чего только не было и тем не менее у меня моей жизни не было ни секунды ни минуты на грусть на депрессии на какое-то негативное состояние то есть я всегда жила на таком позитиве на такой возвышенной энергии и я даже не понимала откуда это у меня происходило да сейчас уже как бы экзаминируя исследуя моё детство всю мою жизнь и проводя такую вот параллель где я была тогда потом где я была где-то с возраста с 26 до 35 лет и где сейчас я вот такое сделала исследование что же в промежутке вот в том именно с того момента как я родилась и до 26 лет что же было по-другому что было в моей жизни такое что доставляла мне всегда какой-то радость счастье удовольствие мотивацию вдохновление то есть я никогда не сидела на месте да и я родилась в очень маленьком городе там сто тысяч буквально человек и я знала что я в этом городе не останусь никогда я знала что я поеду в москву хотя такой возможности у меня не было да не у родителей не было финансовые возможности мне не было никого знакомых но меня постоянно что-то двигало двигала какая-то сила я постоянно ощущала какую-то поддержку сейчас я понимаю что все это время мне способствовал способствовал и поддерживал меня только бог вот и все потому что не было ни дня в моей жизни чтобы я не проснулась и не сказала спасибо тебе господи как я счастлива я живу я радуюсь жизни да вот в таком состоянии я прожила 25 лет своей жизни говорю хотя жизнь была нелегкая переехав в москву там очень много страданий было не было работы негде было жить нечего было есть были такие времена где даже спала на скамейке это все было в моей жизни но как вот вчера помню что просыпаюсь утром пять утра на скамейке есть нечего открываю глаза и мне кайфово потому что я в большом городе потому что движение потому что жизнь потому что я вырвалась из своего маленького города сбежала там от мафии которые все на меня охотились то есть мне жить было в кайф постоянно я никогда не унывала понимаете я никогда не смотрела назад и никогда не сравнивала себя и свою жизнь с кем-то или с чем-то а я просто жила в моменте даже не зная этого да сейчас например очень многие люди они учатся этому концепту сейчас появилось очень много философов до разных духовных spiritual лидер с духовных лидеров да которые учат о том что как важно жить в настоящем моменте как важно благодарить а у меня это было мой натуральный да как сказать natural life стал мой естественный образ жизни просыпаясь я благодарю я радуюсь да вот и и разговоры с богом постоянные разговоры с богом я просила всегда помощи я просила поддержки и эта помощь мне всегда была оказана и так как это было нормальным явлением моей жизни то я даже не замечала я даже как бы не продавала значению тому что о это же бог мне помогает это же он для меня все делает то есть я общалась у меня в жизни все происходило да были какие-то неприятные ситуации да но тем не менее из этих ситуаций я выходила сухой из воды то есть они могли бы закончится очень плачевно для меня и все равно из этих ситуаций выходя я выходила защищенная вот и когда мне исполнилось даже знаю на 25 лет москва я знакомлюсь с молодым человеком который был аргентинцем и жил в пуэрто-рико а пуэрто-рико если кто не знает это территория сша чтобы поехать в пуэрто-рико нужна американская виза мы с этим аргентинцем друг друга влюбляемся он уезжает назад в пуэрто-рико и приглашает меня к себе в гости мне все говорят что мне никто визу американскую не даст что куда я суюсь мне 25 лет молодая девушка одна поедет за границу да еще и в америку ничего нету никаких доказательств там ни квартир ни машин никаких там как они по-русски называются ну все что в месяц в общем я принадлежит меня все пугали что куда ты идешь посольство даже не суйся туда но я перед тем как идти в посольство сходила в церковь поговорила с боженькой попросила и пошла со спокойным сердцем и вы знаете я стояла в очереди тогда еще очереди были привет оксаночка и передо мной девушка такая стояла красивая красная помада норковая шуба я пришла одета очень скромно мне посоветовали скромно одеться без всяких там мейкапов вот и она пошла в окошко передо мной получать визу и я смотрю ей отдают ее паспорт сразу же назад мне уже предупреждали что если тебе сразу возвращает паспорт это значит отказ я думаю боже мой ей отказали а я следующая и у меня вот так вот руки трясутся но я с верой опять с богом думаю я же попросила значит так оно и будет и все я подошла к окошку мне даже не задали никаких вопросов мне забрали у меня мой паспорт через три дня я получила американскую визу так вот легко и просто сходила еще раз в церковь поблагодарила бога поставила свечку и уехала в пурито-рико с тех пор моя жизнь изменилась да в пурито-рико я затем осталась там я вышла замуж через несколько лет я переехала в майами и начала жить в америке катя хороший вопрос давайте в конце мне напомните обязательно отвечу на него не хочу сейчас прерываться про историю обязательно ли ходить в церковь значит когда я переехала в майами меня познакомили с таким концептом как транссерфинг то есть представляете вот некоторые из вас еще только сейчас о нем узнают а это было 13 лет назад да я рассказываю я уже стран серфинг перечитала познакомив с этой книжкой меня мне естественно стало интересно мне всегда вот такие вот оккульт оккультовые дали как они по-русски называются знания мистика вся вот это вот эзотерика квантовая физика мне всегда было очень интересно и естественно я недолго думая начала практиковать транссерфинг начала с маленьких вещей с каких-то манифестировать с паркинг спада парковку для машины значит затем еще что то еще что то и в конце я думаю а чё если так все хорошо идет если все я манифестирую в своей жизни то почему бы мне теперь не манифестировать дом своей мечты мы как раз на то время с мужем искали дом дом который нам понравился у нас перед носом прям был продан но вы знаете мне вот дело принципа было я решила раз так все работает транссерфинг и все эти манифестации то я буду манифестировать я целый месяц гоняла эти визуализации картинки представляла как я там по этому дому хожу где я там сплю какая у меня спальня вот все как транссерфинге описано так и сделано в общем long story short как говорится чтобы долго не рассказывать историю а муж мой приобрел этот дом мой бывший муж каким то образом люди которые его его купили в самый последний день им в банке в кредите отказали сказали что они недостаточно были квалифицированные для того чтобы получать этот кредит и дом перешел в наши руки я потерла ручки поняла что все эти техники это все супер и продолжила манифестировать дальше манифестировала машину которую хотела всегда иметь манифестировала в общем все что надо и не надо было почему я вам это рассказываю сейчас объясню чем больше я манифестировала всех этих ненужных ну как мне тогда казалось нужных мне вещей для того чтобы я себя классно чувствовала тем дальше я уходила от истины тем депрессивнее я становилась и не понимала почему в первый раз жизни у меня появилась депрессия сидя в этом красивом доме в двухэтажных собственным бассейном впервые в жизни дом да еще с бассейном ездя на шикарной машине балдея каждый день мне не нужно было работать ну там другая ситуация я не могла работать но тем не менее все у меня в жизни было да вот кажется жизнь мечта любая девушка о таком наверное мечтает замужем но мне все хуже и хуже я все дальше и дальше уходила от себя и стала наконец таки задаваться вопросами а кто я вообще какой смысл в моей жизни чем дальше я уходила в эти мысли в эти вопросы тем еще как то сказать грустнее моя жизнь становилась и чтобы мне так грустно не было я его заедала кто-то заедает а я его закупала шоппингом то есть я ходила на шоппинг у меня прям знаете такая была шоппинг терапия это это стыдно признаться я покупала не знаю наверное 20 20 различных каких-то там нарядов за день представляете 20 штук приносила их домой примеряла их там днем и ночью и потом через неделю по крайней мере мне хватало еще ума у меня какая-то была рациональность я эти вещи возвращала благо в америке можно вернуть но не все возвращала некоторые складывала просто в коробках на всякий случай зимние сапоги в Майами в Майами круглый год лето куда мне но это же сапоги Валентина они же на скидке за 800 долларов вместо 2000 они мне конечно же нужны и таким образом я как-то себя как сказать не то что даже развлекала слово такое по-русски есть отвлекала вот тем временем у меня появилась подруга Сюзи которая очень религиозная была которая верила в Бога которая Библию читала каждый день она у меня начала спрашивать а Джулия ты веришь в Бога? и вы знаете мне стало стыдно первый раз сказать что я верю в Бога потому что как бы Бог у меня уже отошел на задний план я ей стала отвечать ну ты знаешь как бы я верю во вселенную я ей сказала я верю в энергию в свет мне уже стыдно было даже это произнести слово Бог и сказать что я в него верю ну что там Бог какой-то я сама могу транссорфинг же меня научил что я сама есть Бог посмотри я ей говорю какую я себе жизнь создала в это время между прочим я уже была замужем второй раз и жила еще в лучших условиях вот дальше я стала манифестировать карьеру модели хотя мне уже было на то время 29 или почти 30 лет 29 и в таком возрасте уже заканчивают модельный бизнес на пенсию ходит а я только начала начинать у меня начали выходить обложки в журналах да какие-то там подиумы у меня с каким-то модельерами стала работать потом мне какой-то редактор журнала позвонил сказал что они хотят номинировать выбирать самую красивую женщину в мире и возможно я попаду в топ-10 в десятку я подумала ничего себе в десятку как бы классно было на первое место через неделю мне позвонили сказали что Джулия Лански была призната самой красивой женщиной в мире по версии этого журнала опять-таки не просто только по фотографиям я написала статью о себе свою биографию в общем я продолжала манифестировать все и ссылалась это на себя Бог отошел на задний план и Бога в принципе в жизни моей не было и чем дальше я шла чем больше я приобретала славы какой-то пускай она не большая была слава но тем не менее на обложках журнала это какая-то слава начали писать статьи обо мне в журнале начали приглашать меня в ведущие конкурсов красоты затем я пошла в актерское учиться на актрису то есть чем больше я становилась тем я становилась какой-то значимой для себя сама тем больше вещей у меня было какие-то там сумки дорогие появились что-то я сама себе покупала что-то муж покупал чем еще сильнее моя душа хотела вырваться наружу душа она задавала еще больше вопросов а зачем я здесь а какой смысл в жизни а кто я ведь наверное есть что-то еще почему я счастлива только два дня когда у меня появляется новая машина когда я на ней проехала погоняла на всю я очень люблю гонять на машине прямо еще так на газ на спортивный почему через два дня меня эта машина уже не радует ни сумка не радует, ни туфли почему я все эти вещи возвращаю ни подиумы эти уже ни журналы с обложками что происходит почему у меня депрессия почему я ругаюсь с мужем почему мне не хватает внимания почему я так себе не уверена почему меня люди не любят или мне кажется что они меня не любят в общем в какой-то момент я поняла что я начала себя терять я поняла что я вообще не знаю кто я есть я поняла что я несчастна хотя в принципе у меня все для счастья есть но я несчастна если я несчастна себя чувствую я же не виновата в этом а может быть и виновата подруга моя Сюзя тем временем пыталась мне подсунуть Библию пыталась зазвать меня в церковь я отмахивалась я говорила мне это ничего не надо я духовная теперь я изучаю кабалу три года прозанималась еврейская наука стиль жизни не еврейская каббалистическая буддизм подалась я начала что-то там философа каких-то изучать в общем Бог вообще перестал для меня существовать естественно с ним я перестала общаться и разговаривать и вообще потеряла какую-либо связь и так я прожила где-то наверное лет 6-7 в конце концов отношения со вторым мужем тоже стали распадаться мне стало неинтересно и я переехала в Лос-Анджелес переехала в Лос-Анджелес в Лос-Анджелесе случилась буквально через месяц трагедия я потеряла отца своего в таких очень непонятных трагических условиях мне не удалось попрощаться но у меня произошло первое в моей жизни как это сказать по-русски преминишн у меня видение случилось я увидела картинку будущего я увидела что папа не стало что были похороны и мне стало жутко я позвонила маме мама сказала что папа спит я спросила спит живой или папа уже нету и тогда мама мне призналась вообще не хочу в эту историю сейчас рассказывать не в этом сейчас разговор в общем эта шоковая шоковая ситуация она наверное в каком-то роде именно спровоцировала вот это вот как называется духовное просыпание пускай оно клише не клише стереотипы все эти но именно такая вот встряска случилась на этом фоне трагедии которая трагедия произошла и самым шоком для меня прервалось снова есть есть связь у меня любимые мои напишите мне пожалуйста у меня показывает что все идет у меня показывает что все идет странно прервалось а сейчас я просто замолчал напишите мне пожалуйста а то не понимаю есть нет связь сердечки пошли связь значит есть любимые напишите мне слышно видно напишите пожалуйста сердечки идут а сообщений нету от вас привет 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 кто-то еще к нам присоединялся ребята девчонки напишите слышно меня видно есть отлично супер окей супер так вот вот эта вот трагедия да она спровоцировала своего рода духовное просыпание что-то со связью было а на каком месте я остановилась на истории о папе все оборвалось ну в общем трагедия произошла да и вот эта вот трагедия что папы так внезапно не стало мне не удалось попрощаться она спровоцировала это духовное просыпание да во первых после того как папа не стало я 9 дней провела в молитвах то есть никогда я не молилась до много лет уже прошло я не молилась супер спасибо спасибо вот вот позвонила маме простите мои хорошие пожалуйста позвонила маме мама сказала что папа не стало и вот на почве этой трагедии у меня случилось духовное просыпание следующие 9 дней я провела в молитвах я просила отца ко мне прийти я не знала вообще такое возможно невозможно но мне все равно было я молилась 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 и прям знаете такая приказывала приди приди ко мне в любом форме в любом виде и знаю как это во сне форме духа но ты должен прийти и со мной попрощаться нет никакие молитвы я не читала не очень аж я просто разговаривал для меня молитва это все каждое все что я думаю каждая моя мысль это молитва вот и на девятую ночь ко мне пришел мой отец с двумя апостолами вот хотите верьте хотите нет пришел ко мне мой папа одетый в коричневую как она называется халат с капюшоном как монах два апостола под поясанные веревками привели его сказали что время у него есть всего лишь две минуты что им нужно уходить тогда отец ко мне подошел и он был в таком нетерпении был немножко зол я говорю папа почему ты так злишься все же закончилось уже он говорит потому что у меня нету времени мне столько тебе нужно всего сказать и я говорю что говори и он говорит я просто хочу чтобы ты меня простила я говорю за что папа за то что не достаточно тебя любил не показывал тебе всю свою любовь и недостаточно тебе об этом говорил мы с ним оба заплакали обнялись и я сказала пап ты знаешь что я даже на тебя не злюсь я всегда все равно знала и чувствовала как сильно ты меня любишь даже если ты мне этого не говорил и после того как мы с ним попрощались пришли два апостола забрали его и отец мой ушел вы знаете на утро я позвонила маме и я была в таком состоянии умиротворения во первых такой опыт со мной произошел сказала мама все супер пришел папа ко мне попрощался и все отлично и это было пять лет назад на следующий день мне пришло сообщение когда я говорю мне пришло сообщение это значит что я услышала внутренний голос внутренний голос мне сказал медитируй я не знала вообще что такое медитация ну естественно я слышала что сидят там люди что-то медитируют что как это делается я не знала идет мне голос идет сообщение медитируй 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 садись медитируй а хорошо я сказала не буду сопротивляться как сейчас помню я вышла на улицу я жила в маленьком домике в Лос-Анджелесе у меня был такой свой как сказать сад огород не знаю как сказать с гамаком я села в гамак причем села в позе лотоса хотя тогда еще не умела сидеть но села в позе лотоса с прямой спиной и закрыла глаза и думаю хорошо буду сидеть медитировать как только я закрыла глаза произошло что-то невероятное во-первых начал дуть ветер я стала чувствовать присутствие каких-то я не знаю то ли духов то ли ангелов но у меня как бы такое видение было что они меня все окружили за руки держались и начали водить хороводы что произошло дальше это был невероятный опыт все мое тело начало двигаться начали подниматься руки делать какие-то мудрые это сейчас я знаю я сейчас на линии йога учитель что такое мудро это позиция руки а тогда я не знала и все мое тело начало делать какие-то движения жесты мудрые все это происходило с закрытыми глазами и тем не менее вы знаете я сидела и думаю ну это просто думаю как это вообще происходит мне очень хотелось открыть глаза и посмотреть кто же это все со мной делает но я знала что если я открою глаза то это все прекратится я просто продолжала сидеть и разрешила этому всему со мной случиться потом случилось что-то интересное ручки мои сделали такое вот движение и прямо в мои ладошки из неба пошли два таких луча света представляете это были огромные потоки света и это было невероятно после этого произошло еще что-то невероятное но это очень лично и об этом я не могу делиться к сожалению но то что произошло во-первых я услышала голос я получила информацию и я просто взорвалась я начала рыдать и чьи-то невидимые руки начали меня за плечи как бы назад вот так вот да не знаю как это по-русски сказать ну наклонять да вот так вот и я я сижу в гамаке и я понимаю что если я сейчас отдамся вот этой какой-то неведомой силе то я просто упаду и перевернусь вот кто сидел в гамаке вы же знаете что гамак малейшее движение он начинает двигаться правильно представляете вот я сижу в гамаке да в позе лотуса и меня какая-то неведомая сила назад пытается вот так вот наклонить то есть у меня мысли я сейчас перевернусь и головой разобьюсь об асфальт потому что над гамаком был асфальт а не трава но это сила она такая была не знаю как сказать и во-первых приятные убаюкивающие и очень сильные вы знаете я доверилась я просто доверилась и отдалась и я не знаю как такое возможно но вот возможно рассказываю мурашки это значит как всегда вы знаете кто меня знает уже подтверждение что это правда меня как будто и вы тоже да в мурашках и я вот посмотрите видно или нет даже жарко стало и меня вот это вот неведомая сила она меня уложила так что гамак даже не пошевелился и затем меня просто вот эта вот сила убаюкивающая убаюкала и я получила еще какие-то последние сообщения затем я открыла глаза и я быстрее рванулась к своему телефону посмотреть сколько же прошло время прошел час представляете моя первая в жизни медитация прошла час и я подумала вау как же это круто медитация это круто теперь я буду медитировать каждый день на второй день у нас шел дождь я решила сделать медитацию дома у себя на этот раз я села на полу закрыла глаза сижу жду жду думаю ну когда чудеса начнут проходить происходить когда голос начнется когда начнутся движения руками когда начнутся ангелы сижу сижу ничего не происходит вдруг у меня начала дергаться рука думаю странно 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 и сообщение идет такое что что-то рука моя хочет написать значит рука рука что-то начала вот так вот писать в воздухе я думаю ну надо же опять какие-то чудеса а мозг же понимаете мозг же пытается найти объяснение всему мозг говорит да нет ты наверное сама это делаешь ты сама наверное себе что-то придумываешь да то есть я сама еще пыталась этому противостоять пыталась руку свою сдержать она берет вот так вот и прыгает думаю ну ладно поддамся опять таки этой силой поверю что видите что наверное это на самом деле происходит так как я сидела напротив журнального столика с закрытыми глазами опять таки все глаза я не открывала я машинально знала что у меня лежит дневник в котором я пишу и ручка я схватила значит ручку начала чё-то там чирикать в дневнике чирикую 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 сама улыбаюсь думаю блин какой бред какие-то каракули наверное потом все это прекратилось ручка выпала из рук рука упала на колено все тишина больше ничего не происходит думаю ну ладно буду открывать глаза значит открываю глаза беру этот листок смотрю не понимаю думаю неужели написано два слова два слова не какие-то закорючки не какие-то буквы а явно прописью выведено два слова я беру телефон фотографирую посылаю фотографию своему бывшему мужу в Майами так как мы с ним друзья на хорошей ноте расстались я говорю ты видишь то что я вижу ты видишь что написано что написано говорю он мне говорит что написано он говорит ты написала я говорю я но не я я не знаю вообще как я такое написала в общем два слова были такие jesus lived перевожу по-английски иисус жил я думаю вау то есть у меня связи с иисусом вообще никогда никакой не было об иисусе я вообще думать не думала никогда не говорила да честно сказать историю иисуса я вообще не знала знаете вот христос воскрес воистину воскрес вот эти мои знания ограничивались в иисусе и вот это я и яйцами разбиванием да иисус божий сын все я больше ничего об иисусе не знала то что через меня пришла вот какая-то информация что иисус жил и что неведомо как я вот это написала то ли чаннелинг какой-то сделала для меня это было загадкой потом какое-то время я провела в поисках искала дальше я начала медитировать я съездила на Бали я прилетела из Бали я начала практиковать Акашик Рекордс меня слышно мои любимые напишите еще раз что не хочу чтобы прерывалась просто так рассказывать меня слышно слышно нет картина говорите у меня над головой привет слышно меня видно а то связь прерывается пришлось остановиться сердечки идут значит все видно слышно да спасибо спасибо вот значит стала практиковать Акашик Рекордс спасибо дальше мне пришло сообщение опять таки информацию получила про кундалини йогу нашла кундалини йогу начала заниматься йогой 3 года назад затем записалась на год курс становиться учителем йоги и один день в один раз я шла домой не шла а ехала на машине с продуктами полные сумки продуктов из магазина из супермаркета выхожу из машины иду с этими авоськами значит домой открываю там свою калитку прохожу через сад свой огород и уже почти достаю ключ чтобы открывать дом свой как вдруг как гром среди ясного неба я слышу голос и это не где-то уже во сне не где-то шепотом не внутренний голос а голос могущественный голос голос бога как только я этот могущественный голос услышала вы знаете у меня пакеты выпали все из рук там были яйца которые разбились выпали пакеты выпал ключ не открыв даже дверь свой дом я опустилась на колени и начала рыдать от себя я такого не ожидала и из моих из моих уст вышли слова которых я тоже от себя не ожидала я сказала господи как я могу тебе служить чем я могу тебе служить после того как я произнесла эти слова передо мной пронеслась вся история моей жизни с самого моего рождения было показано как мама меня рожала как папа стоял вещи которых я не могла знать я их никогда не видела я грудная ребенок была папа стоял на улице мама меня показывает в окошко медсестры потом я в детском саду потом школа в общем пронеслась вся моя жизнь и на протяжении всей этой жизни мне было показано как бог был со мной везде шел и держал меня за руку и я просто конечно опешила от такого видения и еще раз повторю что слова из моих уст вышли как я могу тебе служить господи чем я могу тебе служить и и тогда он мне сказал что ты должна помогать людям ты должна говорить людям о том чтобы они полагались на меня бог говорит я дал людям свободу выбора это так и каждый делает свой выбор но так же я придумал идеальную самую лучшую жизнь для каждого своего сына божьего и дочери для своей у меня есть план и если люди будут доверять мне если они позволят мне о них заботиться вместо того чтобы контролируя свою жизнь пытаясь что-то планировать и создавать свое будущее пытаясь что-то планировать и создавать они противостоят моей воле бог сказал воле того что я уже предназначил для них и выбрал и как результат они страдают потому что то что они выбирают и манифестируют в своей жизни им не приносят удовольствие потому что что они выбирают и привлекают своей жизни им приносят сплошные страдания и разочарования но если люди только доверятся мне и позволят мне о них заботиться то я им покажу самую что ни на есть лучшую жизнь мурашки идут опять во всю даже даже волосы дыбом встали после этого все закончилось голос ушел я собрала все свои сумки все яйца разбитые открыла дверь дрожащими руками забежала домой просто легла на пол и пролежала наверное час просто так вот глядя в потолок переваривая что же произошло и что же такое случилось и вы знаете на следующий день у нас была встреча учителей и встреча всех студентов кундалини йоги и я вообще по натуре такой человек я когда где-то в какой-то компании я боялась самовыражаться я боялась разговаривать я боялась делиться какими-то вещами я просто была наблюдателем и так как бы знаете скромно со стороны сидела смотрела а знаете почему потому что я боялась боялась быть непонятой боялась что надо мной будет смеяться боялась что меня будут осуждать да боялась что меня что мне не поверят то есть много разных историй в голове было и тут мы собираемся все вместе мы сидим и каждый делится там историями что же у них произошло в жизни на выходных и тут я первое выхожу и рассказываю все что со мной случилось знаете говорю у меня вчера состоялся разговор с богом так и так услышала голос все выронила сумки и сообщение которое мне бог велел передать людям хотите верьте хотите нет но моя задача в том чтобы это сообщение нести в свет и вы знаете не так легко стало когда я поделилась и никто не подумал что я какая-то не такая что сумасшедшая что со мной не так а мужчина мой самый взрослый учитель не мой мужчина мой учитель наш ментор ему где-то почти 70 лет было он ко мне подошел мне в сторонку отозвал и сказал пиара пиара моё духовное имя пиара говорит ты знаешь что мне так это сообщение нужно было услышать сегодня ты не поверишь говорит как я тебе благодарен и вот такой вот контакт у меня случился в очередной раз с богом когда я услышала этот голос потом в моей жизни была история я ее уже рассказывала на многих эфирах не буду сейчас углубляться о том как я не хотела здесь больше жить как я не хотела жить на белом свете как я начала молиться о том чтобы Бог забрал мою жизнь и как молитвы мои были услышаны как я увидела яркий свет как я оставила свое тело и улетела в другой мир как я увидела ангелов и как я услышала голос Бога что мне нужно вернуться назад что время мое еще не пришло я сказала я никуда не хочу возвращаться потому что там где я была там было так хорошо но мне сказали времени твое не пришло и возвращайся назад и меня отправили вытолкнули неведомой силой назад был и такой опыт в моей жизни но сейчас не об этом после еще два раза со мной говорил Бог вот так вот чтобы громко громко прям голос конкретно чистой информации голос о том что мне у меня как одна миссия моя часть моей миссии это говорить людям о Боге и я сказала кто я нет я не хочу я что я мне что больше заняться нечем что ли что я этот какой-то приз да там как он священник я для этого слишком крута тогда была чтобы говорить о Боге нет Бог куда я куда я пойду в церковь на сцену о Боге нет я лучше буду говорить про духовность про практики про дыхание я же вся такая духовная про Бога мне стыдно даже было имя но теперь-то я знаю что Бог есть он со мной говорит я знаю я Бога оставлю для себя при себе если кто-то спросит я поделюсь вот такие вот у меня были мысли а потом я как-то один раз медитировала сидела молилась я спросила у Бога говорю что мне делать направь он говорит ну я же тебе уже сказал что делать и все и сообщения эти перестали идти Бог перестал со мной разговаривать я злилась я делала усердно кундалини йогу по два раза в день медитации злилась еще больше куда ушел Бог почему Он со мной не разговаривает это у меня так мое духовное эго понимаете проявлялось я же себя почувствовала такой особенный со мной же Бог разговаривает куда Он ушел почему я же все делаю как надо почему Бог со мной не разговаривает эго 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 мне хотелось еще больше подтверждения того что Бог пришел ко мне три раза того что ко мне пришел мой отец попрощаться и вообще многие истории у меня связанных жизни с Богом мне было недостаточно мне хотелось его каждый день слышать и иметь при себе в кармане Бог ты здесь или нет дай-ка в карман залезу посмотрю на тебя что какое сообщение у тебя для меня сегодня ну-ка скажи ко мне вот был и такой период в моей жизни а потом я просто отпустила контроль и поняла что Бог разговаривает со мной не только посредством прямого общения а Он разговаривает со мной через других людей и что сообщения идут через любого человека если только начинать начать прислушиваться и эго свое немножко подавить и понять что каждый человек является учителем у каждого человека для нас есть какая-то информация этот человек на самом деле этого может даже не знать но вот так вот Holy Spirit Святой Дух он себя таким образом проявляет он может в какого-то человека войти на какое-то время и доставить сообщение поэтому нужно иметь высокую осознанность нужно быть таким скромным чтобы вот это вот эго подавлять чтобы информацию эту получать и она не проходила мимо вот И что, bütün что-то еще хотела вам рассказать аааа прям мысль вылетела вот я в общем начала прислушиваться к этому я поняла, что Бог он везде и во всем и Бог таким образом общается со мной через других людей дальше я комар дальше я открыла себе такую интересную способность я поняла что когда я чего-то желаю для другого человека когда я открываю свое сердце то у меня открывается седьмая чакра да это моя коронная чакра я прям чувствую связь с богом я чувствую энергии потоп который прямо идет ко мне в темечка и через сердце я ее проецирую другому человеку я поняла что я начинаю людей лечить что им становится легче я понимаю что я понимаю людей вибрации что им становится они чувствуют себя счастлива в моем обществе и я поняла что когда это происходит когда я открываюсь полностью когда я забываю о себе и даю богу работать через мое тело тогда я получаю наивысшее наслаждение своей жизни мне ничего в жизни больше не нужно я просто хочу служить я хочу служить богу вот и все через служение людям я хочу служить богу потому что нету для меня высшего источника наслаждения и благодарности чем быть нужны моему отцу потому что он создал меня такой и он придуман для меня именно такую миссию а миссия она ведь есть у каждого и каждый себя может самовыражать самовыражать так как бог придумал для человека это может быть и искусство и пение и живописи танцы и рисование и и просто помощь и разговор столько много вещей столько талантов и мы все уникальные 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 до такой степени у каждого есть миссия нету маленькой или большой миссии миссия это просто чтобы здесь жить и чтобы дать богу проявляться через вас не стоять у себя на пути потому что многие стоят на пути многие не верят не доверяют у многих есть талант к чему-то но они этот талант не используют знаете почему они не доверяют они думают о деньгах материализме они говорят но мы же этим талантом не можем прожить мы же не можем заработать деньги то есть они отодвигают бога они говорят бог да бог он никто и ничто я все я пойду работать с 9 до 5 но зато у меня будет стабильность зато у меня будет надежда на будущее и вот так вот от бога двери закрывают все и человек несчастен в поисках потери а сейчас хочу вам рассказать об одном чуде чудесами на самом деле миллион но это чудо но произошло буквально вот неделю две недели назад у меня разболелся очень сильно желудок мне никогда так жизни он не болел заболел до такой степени что мне стало страшно потому что я перестала кушать я не ела ничего потому что как только съем меня были адские боли у меня было жуткое расстройство желудка я начала терять вес не знаю там за 4 дня потеряла там что ли не 4 килограмма и я не могла спать мне было очень плохо медицину я никакой не употребляю если вы знаете к докторам я не хожу тем более на боли какие доктора я лежала значит дома у себя на боли другом доме в кровати руки на животе пыталась сама себя как-то вылечить разговаривала с богом молилась когда вдруг мне пришло какое-то такое вот сообщение поищи на русском сайте на русском я вообще никогда ничего нигде не ищу я всегда у меня google на английском языке как себе помочь медицины то это я значит не знаю как на русском языке в гугле набираю я не помню даже что набрала честно говоря руки автоматически набрались и первая строчка у меня выходит значит помощь со здоровьем на боли захожу на боли форум такая статья на боли живет священник андрей который лечит людей молитвами если вы на боли не поленитесь сходите к андрею и посмотрите что произойдет и номер ватсап андрея сообщение трех годовалой давности думаю ну наверняка сообщение старое и я захожу в ватсап и пишу этому священнику андрею сообщение грандрей сказали что вы лечите у меня болит живот андрей мне ответил моментально сказал приезжай завтра в час время есть время приезжайте два часа ехать на мотоцикле с адскими болями в желудке мне мой мужчина говорит ты уверена куда мы поедем тебе плохо ты на ногах стоять не можешь ты уверена что мы два часа на мотобайке в какой-то другой на другую часть острова поедем я грудая уверена мне пришло сообщение я хочу поехали приехали мы значит к этому священнику к андрею андрей открыл дверь усадил нас на стуле сказал ну что говорит в бога горит веришь конечно верю мы с вами говорю вообще коллеги в каком-то роде не но не совсем коллеги горит я-то священник посмеялись конечно так а вы иисуса говорит веришь я говорю да верю ну ладно давай будем сейчас говорит у иисуса просить чтобы он тебя вылечил андрей мне положил руку на живот на спину я спина болела помолился сказал боль уходи во имя иисуса отца и сына и святого духа боль вон уходи и вы знаете боль как рукой сняла думаю надо же бывает ли так мой мужчина у него там тоже что-то болело он такой немножечко скептически хотя он духовный человек он и медитирует и кундалини йога ну к такому вот молитвы и какому-то священнику непонятно он немного скептически относился он положил ему руки что-то там сделал моего мужчины так вот он говорит ну что говорит чувствуешь еще прошло он говорит прошло я знаю что мой мужчина врать не будет и у него тоже прошло затем андрей нам сказал что нам нужно больше молиться нам нужно больше разговаривать с богом как с отцом своим с небесным что я и так в принципе дело но не но это хорошее было напоминание мы приехали домой и я начала разговаривать с отцом своим небесным сказала отец ты знаешь так плохо вот на боли уже месяц не спим в этом доме что нам делать куда нам ехать и пришло сообщение что надо переехать в тот город где отец священник андрей живет мы нашли небольшую маленькую квартирку маленький домик и переехали в этот домик через два дня я не знаю как так возможно но этот дом по какой-то случайности оказался рядом с андреем рядом с домом андрея священника этот дом был совсем не тем что я ожидала там не было вообще ничего не было ни территории не на улице чтобы выйти позаниматься йогой не бассейн очень очень все скромно так не очень вообще все что мне вот не нравилось там все было мы ночь там переночевали на утро мы проснулись я лежу и думаю думаю господи как хочется проснуться в таком огромном доме чтобы был бассейн чтобы несколько комнат чтобы у меня была своя privacy вот это вот свое пространство чтобы огромная кухня главное ванну чтобы мне лежать в ванной отмокать я обожаю ванну еще думаю чтобы еще вид на океан чтобы солнце sunset смотреть закат и все такое я встаю иду значит в ванную включаю воду чтобы умыться воды нету воды нету как так воды нету ни в унитазе ничего не работает ни здесь воды нету ну казалось бы наверное нужно расстроиться да я мужчине своему говорю воды нет он говорит давай буду контактировать хозяина сейчас этого домика значит позвонили хозяину хозяин стал извиняться говорит у меня есть альтернатива говорит для вас раз воды нету мне так неудобно простите за неудобство есть альтернатива говорит вам наверняка понравится если говорит соберетесь за 20 минут я за вами сейчас заеду и перевезу вас в другое место мы говорим хорошо мы значит собираемся переезжаем видео везет у нас на машине привозят открываются огромные ворота я думаю ну здрасте приехали наверное хостел какой-то знаете где миллион комнат общий бассейн комьюнити коммунальный такой дом да или какой-то отель думаю блин мне нужно для меня privacy вот приватность моя это все я не люблю каких-то вот эти вот shared room shared отели мне нужно чтобы закрыто все ни от кого тишина покой потому что я медитирую я делаю практики для меня это важно и тут мы заходим в этот какой-то отель любимой мои две минутки осталось я сейчас вот это вот сохраню и на новое переключусь заходите потому что обязательно нужно рассказать эту историю она небольшая увидимся с вами жду вас